Думай Илья, думай! ДУМАЙ! День остался до выхода Харайз на скетчищене! Думай! Думай! Можно на ютубе что-нибудь есть? С DEZ節目 Что岁 это? Это о corке Вики. Что cave описывает зализороптеру. 혼ик. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Люди ставят чуть ли не десятки. При этом я как бы что-то совсем не понял. Может быть, я не в ту игру играю, конечно. Но всё-таки, давайте, хорошо, всё по порядку. Horizon Zero Dawn это игра от Guerrilla Games, создателей Killzone. Если что, эти разработчики до Horizon Zero Dawn вообще ничем толком не отличались. Единственное, у них хорошая игра, пожалуй, за всё время их существования, это Killzone 2. Killzone 2, в которой, пожалуй, единственное, чем и для сюжета кампании, это тем, что враги были действительно как будто живыми. Там было очень грузное управление, особенно для геймпада. Там было сложно стрелять, там была интересная баллистика, и там был очень интересный мультиплеер. Потому что там что-то было такое новое, действительно. Ты мог просто зайти в один режим, уже закончить играть в другой режим и так далее. Но это не будем на этом оставаться, потому что сейчас мы разговариваем о Horizon Zero Dawn. Потом вышли ещё Killzone, ещё, 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 ещё. Ну, в общем-то, сначала вообще Guerrilla Games сделали шел-шок. И это был, на самом деле, ой, шел-шок, да? Ну, как-то так называется, что-то там про гейтам и так далее. Это был, на самом деле, шок, потому что игра была просто полным шлаком. Потом, конечно, Sony купили эту студию, и вот превратили её в вот это вот. Ну и, собственно говоря, Horizon Zero Dawn, когда его только анонсировали, я смотрел Е3, может быть, вы смотрели записи Е3, не верите, посмотрите где-нибудь. Я сразу же сказал то, что это выглядит как какой-то Tomb Raider в мире Far Cry. Нет, я сразу же сказал то, что это какой-то Tomb Raider, ну, вот нового типа, да, вот эти вот две последние игры, которые были, для которых писал сюжет Трайана Пратчет, естественно, оказались. Вот это всё, это, на самом деле, Tomb Raider с роботами. Оно так и оказалось. Элой, главная героиня, здесь гоняет, ищет всякие травки, делает из них зелья, потом у неё есть лук, она стреляет из лука, тут ещё есть люди, она убивает животных, чтобы крафтить всяческие материалы, она убивает монстров, монстров, которые здесь роботы, чтобы крафтить всяческие материалы. Естественно, всё это с всякими добавками, надбавками, которые взяты из Far Cry. То есть, по сути, если говорить вкратце, да, вот вам краткий вердикт, это игра Far Cry 3.4, плюс Tomb Raider, или Rise of the Tomb Raider, и всё. И вот ты вот сидишь и думаешь, ну, как вы поняли, наверное, по интро уже, по этому скетчу, стёбу, а что в этой игре есть оригинального? Потому что ты сидишь, смотришь так, а так, это было в этой игре, это было в этой игре, это было в этой игре, это было в той игре, это было в той игре, это было в той-той-той-той-той-той-той-той-той-той-той. Ну, то есть, да, если ты будешь посмотреть на того же, на того же, на Дрейка, да, на те же приключения его, то, можно сказать, с 95% вероятностью, что это Индиана Джонс плюс Лара Крофт. То есть все это вместе объединили, как-то там смешали, и получилось интересно. То есть, по крайней мере, да, там взяли были какие-то идеи, но смотрелось все достаточно самобытно. А здесь смотришь, думаешь, что здесь делают трансформеры, и почему Лара Крофт их убивает. И чувство дежавю, чувство того, что разработчики позаимствовали что-то из других проектов, не оставляет тебя до конца игры, потому что ты, скажем, разом, чем больше ты погружаешься в игру, ты все больше не понимаешь, как вообще этому делу можно поставить оценку выше единицы, потому что это просто наглое копирование. Нет, конечно, я сейчас шучу про оценки. Но не шучу, потому что шутка должна быть. Бешло, да, я говорю, несерьезно. И давайте все-таки начнем с рецензирования. Все-таки, если кто-то не знает, даже кто-то как Horizon Zero Dawn. Horizon Zero Dawn это игра в открытом мире, в которой вы можете выбирать ваш стиль прохождения. То есть вы можете проходить либо мясом, либо стелсом, соответственно, для этого у вас есть различные перки, которые вы можете прокачивать. Да, здесь есть прокачка, здесь есть перки, которые вы можете качать с каждым уровнем, здесь есть возможность апгрейдить оружие, броню под стелс, под мясо, выбирать себе броню под стелс, под мясо и так далее. Но, опять же, допустим, в каких-то играх стелс, мясо отлично проработаны, и может пройти игру стелсом, мясом и так далее. Здесь, естественно, как и в лучших случаях, в лучших традициях, неожиданно стелс прерывается мясом, если, допустим, вы не готовы к мясу, вы все время доготовились к стелсу, да, ну все, ваша проблема, игра не виновата. Зачем? Вот я не понимаю никогда вот таких игр, в которых вам предлагают, а пройдите игру либо стелсом, либо мясом, а потом, я же начинается мясо. А если, допустим, я не хочу, если, допустим, все это время я прокачивал себе перки для того, чтобы быть супер стелсером, почему вы меня заставляете принудительно месить и убивать всех в голову? Вот никогда я этого не понимал. Если у вас есть выбор, как проходить игру, так вы, пожалуйста, эту игру сделайте так, чтобы можно было идти одним из способов, да? То есть вот именно это, пожалуй, было камнем предкновения для многих людей, которые, допустим, играли в Deus Ex Human Revolution. Да, Deus Ex Human Revolution мне нравится. Но там вот битвы с боссами были просто тупо несбалансированы. Опять же, потом, когда вышло переиздание, да, то есть там Директор Скат, или как оно там называлось, там уже поправили битву с боссами, улучшили их и так далее. Да, то есть игру сделали такой, чтобы люди с разным стилем прохождения могли проходить игру так, как они захотят. Здесь это, естественно, в очередной раз не продумано. То есть, да, здесь, опять же, если брать что-то из других игр, да, то, соответственно, нужно переносить только плюсы, минусы как можно меньше убирать, да. Соответственно, какая игра, например, приходит на ум, где можно проходить либо месом, либо стелсом, одна из первых. Ну, допустим, Thief, Deus Ex и так далее, да. Deus Ex. Вот, взяли из Deus Ex, конкретно из Deus Ex Game of Revolution, идею, допустим, да, проходить месом либо стелсом, но перенесли не только плюсы, но и минусы. Вот, пожалуйста, несбалансированный геймплей. То есть неожиданно для тех, кто проходит стелсом, конкретно какой-то эпизод с месом, да. Затем, скажем, вот то, что мы сейчас только что обсуждали, да, мясо стелс, есть перки под это дело. Я не понимаю, как они работают вообще. То есть, да, здесь есть, допустим, для стелса какие-то умения, допустим, ты можешь убить кого-то с одного утара. Понятно. Есть перки, допустим, есть броня. Броня, которая повышает твой стелс уровень. Как она работает, так и не понял. Потому что там что-то как-то уровень засекаемости твоей понижается, повышается. Если честно, я не заметил то, что меня стали засекать меньше или больше. Просто потому что Иисус Элект, он тупой здесь. Он просто непроработанный. Если в схватках дело происходит, то... Что мы делаем? Аймбоким, волхачим и так далее. Если дело происходит в стелсе, то убежать от врагов вообще не представляет туда. Ну то есть, ты взял просто, убежал, за камешек встал и скрылся. Всё, тебя не нашли. Потом ты снова в кустике залез, прям как в Assassin's Creed. И снова всех оттуда поубивал. Даже если у тебя рожа торчит из этих кустиков, тебя никто не видит даже вплотную. Ты можешь, если у тебя есть перк, подозвать кого-то свистом, убить его, положить в кусты. Потом следующего положить в кусты, следующего положить в кусты. Конечно, с людьми это со всеми почти работает, если у тебя прокачаны соответствующие перки. А с роботами не со всеми, если, конечно, какой-то босс, естественно, ты его не убьёшь с одного удара. Но всё-таки. И помните те игры, в которых Искусственный Элект более-менее хорошо работает. Я сейчас буду приводить примеры. То есть люди скажут, да нормальный искусственный Элект, я сейчас приведу вам примеры. Если это нормальный искусственный Элект, то там просто гениальнее в тех играх, которые приведу сейчас примеры. Смотрите Metal Gear Solid 5. Если вас спалили, всё, короче, за вами не слать нахер армию, стреляет из ракетниц, нахер танки приезжают. Но если вы чуть-чуть спалились, да, идёт патруль, обязательно вдвоём, втроём, посмотреть, что же происходит. Происходит, они не успокаиваются в течение 10 минут, да, они стоят постоянно на стрёме, не разговаривают, не отвлекаются. Здесь, ну, прошло полминуты, ну и хрен с ним. День прошёл, ну и хрен с ним. И всё, и вот так происходит. То есть убил ты, допустим, в лагере разбойников, а тут есть не только враги роботы, но и враги люди. 10 человек из 20 возможных. Ну, они посмотрят на трупы такие, ну ладно, пойдём к своим позициям. Что? Как-то будем вызывать подмогу, может быть, как-то попробуем встать и попробовать защититься? Не, зачем? Давайте снова разделимся и откроем свои задницы для убийцы. Отлично, изикатка просто. Спомните Бэтмен. То есть, когда он находит, ну, Бэтмен Архем Асайлум, да, когда он находит трупа, всё, капец. Ты больше не найдёшь ни одного, кто будет ходить по одиночке. Они постоянно оглядываются, они смотрят по сторонам, нервничают и так далее. Они ведут себя как, ну, как реальные враги. То есть, как бы реальные враги себя ведут. Вы тоже, да, если кого-то, допустим, ну, конечно, в пинтболе, допустим, я не знаю, у вас кого-то одного там застрелили, да? Вы же не будете по одиночке ходить против команды, которая есть преимущество, или, допустим, против одного человека. Естественно, вы будете ходить вместе и пытаться получить какое-то преимущество численное. Здесь же нет. Здесь искусственный человек не думает, он тупой, и особенно это очень сильно проявляется, когда происходят битвы сюжетные стенка на стенку. Вот это просто дикий маразм. Я два примера приведу. Здесь есть две миссии такие потрясающие, когда вам нужно что-то сделать, и начинается битва стенка на стенку. У врагов еще есть роботы прирученные и так далее. Вы тоже можете приручать роботов, если что, это тоже ходит в умение, но это не важно. И при этом битва на стенку, стенка на стенку идет в люди против людей. Я видел такое, что просто поверить глазами возможно. Мой напарник и враг стоят просто бок к боку, спиной к спине, и вообще ничего не делают. Они даже не стреляют друг к дружку. Они могут встретиться вот так, посредить друг к дружку и уйти. Просто я стою, стреляюсь против двух врагов. Легает напарник и смотрит на меня. Он просто смотрит. Он даже не стреляет. Он даже не пытается, понимаете? Он даже... Вот визуальное представление того, что он пытается не защитить, он не пытается этого сделать. Вообще, он просто... Он просто стоит. Если, допустим... Есть еще вторая миссия. Вторая миссия. В которой вам нужно инфильтрироваться в лагерь. Вы можете просто всех перебить, людей там. А можете просто взять и сбить цепи с... С ловушек, выпустить роботов, чтобы они всех там перебили. Ну, помните как в Far Cry, да? Когда вы забиваете клетку, тигр мочит всех чертям собачьим. Потому что он животное. Он видит человека. Он понимает то, что это угроза. И пытается его убрать. Как бы тут враги тоже оформлены все под животных. И это все объясняется сюжетом, кстати. И как бы... Ну, как бы... Тоже человек, угроза для него, да? Он может его пытаться убить. Тем более, что у них по сюжету встроена программа. То, что они должны убивать людей. При этом, если вы даже находитесь за километр от того монстра. Которого вы только что освободили. Он забьет на всех твоих напарников. Забьет на всех твоих врагов. И пойдет мочить тебя. Искусственному интеллекту насрать вообще. На то, что происходит. У него главная задача убить тебя. При этом... Иногда у искусственного интеллекта дружеского проявляются чудеса мышления. И он все-таки начинает стрелять и убивать. Иногда. Хорошо, что это проявилось в финальной миссии. Очень хорошо. Потому что там без помощи не пройти. Но часто происходит именно это. Просто берется вся куча людей. И если они тебя видят, они все стреляют в тебя. А имботом, боллхаком. Они в воздухе перестраиваются во время прыжка. И пытаются забить тебя. Поэтому о какой-то логике действий вообще даже не думайте. Видите голову, стреляйте. И многие косяки при этом перенесены сюда же из фаркрая. Да, допустим, если мы будем говорить что-то более-менее современное. Которое дало жизнь этой игре. Допустим, в управлении. Помните те самые моменты? Вот я недавно проходил в Far Cry 3. Можете найти эти моменты, когда я подхожу к врагу. У меня появляется кнопочка убить врага. При этом она тут же исчезает. Но я на микросекунду не успев. Нажимаю кнопочку. И вместо того, чтобы убить врага одним ударом. Просто убью его в рукопаш. Естественно, поднимается тревога и так далее. Угадайте, что в этой игре есть. То же самое. У меня это было не один раз. Вы подходите к врагу. На микросекунду появляется Р1. Вроде бы как успеваете нажать, но не успеваете нажать. То же самое, допустим, с ударом сверху. Если между вами и врагом хоть микрометр разницы по высоте, должна появиться атака сверху. Не удар, ну, какой-то там быстрый, да, для убийства. А атака сверху. Я не понимаю, как это делали. Те же самые косяки были в Far Cry 3 2012 года выпуска. Как можно перенести механику, которую придумали не вы, в вашу игру и перенести все те же самые косяки, которые были в той игре? А если же мы начали говорить о взаимоснованиях, да? Давайте продолжим. В этой игре есть система квестов. Ну, то есть это не просто какая-то линейная игра, да? Это игра с открытым миром, в которой вы можете выполнять сюжетный, тростепенные квесты, это получать награды и так далее. Господи, кому я это объясняю, да? Так вот, тростепенные квесты. Во-первых, они неинтересные. И они все похожи друг на дружку. Эти квесты, знаете, вот половина из них, это что-то в духе «Открой визор». Ну, визор это что-то вроде рентген зрения и так далее. Оно подсвечивает все уязвимые части у врагов. Оно подсвечивает вам всех врагов сквозь стены, которых вы можете отмечать, они будут вас просто перемещаться по экрану в качестве стрелочек. И так далее. Но здесь есть особо любимый разработчиком тип квеста, который называется «Найди след и пойди по нему». Прямо как в Ведьмаке. Вот серьезно. Что первым приходит в Дум в качестве таких квестов? Ведьмак. Ну вот помните в Ведьмаке, когда надо было прийти, ведьмачьим зрением посмотреть, там, не знаю, след какой-то, и пойти по этому следу. Ты доходишь до этого следа, до конца этого следа, и там обязательно надо кого-то убить, найти или еще что-то. И, знаете, разработчики очень любят коршунов. Потому что в половине практически квестов, через один, ты должен дойти до точки, до конца пути, и убить трех коршунов. Убить трех коршунов. Убить трех коршунов. Убить трех коршунов. Это просто елда! У вас что? Других? Монстров? Роботов нет? Знаете, я убил до хера коршунов, но я за всю игру за 27 часов не убил ни одной ищейки. Ищейка это невидимая собака. Ну, то есть она невидимая, у нее генератор есть невидимости. Я увидел ищейку первую на 21-м часу игры, и я ни одной не убил. Зато я убил 25 сраных коршунов. У вас что? Мозги из жопы? Как можно делать квесты? Причем я прошел не один побочный квест, не два, я прошел штук 15. И там в половине нужно убить сраных трех коршунов. При этом один квест начинается с того, что ты должен убить штук 7 коршунов. What the fuck? При этом заимствование дальше, продолжаем говорить, здесь есть форпосты, как в Far Cry, здесь есть вышки 5 штук, как в Far Cry. Ну, по крайней мере, вышки сделаны более-менее разнообразно. Они двигаются, по ним нужно залезть и так далее. Ну, их, они не набивают оскомину, все нормально в принципе. С ними они не используются как какой-то вторичный, не нужный элемент. Они хорошо интегрированы в игру. И если уж мы начали играть в виде мяке, когда вы дойдете до середины игры и дойдете до... А, в смысле, до Меридиана, вы удивитесь тому, в какую игру вы играете вообще. Потому что вы смотрите, какого черта вообще происходит? Что за... Потому что у вас... Вот чувство дежавю будет просто... вырваться из всех щелей. Потому что вы будете думать про себя, а я не Ведьмака играю, нет? Почему здесь какая-то геротиха рыжая? Где мой седой белобрысый... или какой он там... Геральт? У вот этих вот людей, которые сделали туру, вообще ничего оригинального нет. Битва против роботов? Мы где-то с вами это уже видели. Серьезно, это было так везде просто. Раскурочи врагов? Видели. Ну, в принципе, знаете, если мы будем говорить о боевке в этой игре, то более-менее она, конечно же, интересная. Она, конечно, плохо сбалансированная, но интересная. То есть здесь можно раскурочить роботов, допустим, подбежать к нему, ударить его, выбить у него пушку, расстрелять из-за его, из-за этой пушки. Либо можно стрелять по уязвимым местам, допустим, взрывать у него топливные элементы, которые у него будут отнимать ХП. Можно смотреть на его уязвимости и стрелять у него из уязвимого оружия, допустим, которое будет у него временно убавлять ХП. Но в основном 75% роботов уязвимы к огню, что, естественно, еще раз говорит о том, что разработчики очень сильно сбалансировали свою игру в плане боевки. Вы можете застанить робота при помощи электричества, подойти, ударить его к ритму, выписать. Вы можете вообще убегать от него, если с Телсом пытаться бить боссов, такое тоже возможно иногда. Вы можете взять канатами и привязать его к земле, он упадет, и снова его отхерачить, по уязвимым местам бить. В общем-то, возможности убивать врагов действительно много. И со временем вы увидите множество врагов, проходя по сюжету, так, в принципе, и боссов. Но здесь, как бы, еще один камень поклонения. Если во второстепенных миссиях вам очень любили давать коршунов, то в сюжетной линии вам очень любят давать одного и того же босса. В сюжетной линии вы будете сражаться с одним и тем же роботом три раза подряд почти. При этом, конечно же, вам сюжетную линию разбавят и другими боссами, тут будет еще два, но один робот вам будет встречаться три раза. И вместо какой-нибудь офигенной, эпичной битвы под конец, в финале, вы будете заниматься теми, чем вы занимались пять дней назад. Просто будет чуть посложнее. И все. Если говорить, кстати, о сюжетной линии, да, раз уж начали, то, пожалуй, это действительно самая сильная часть игры и построена она на теории апокалипсиса, Армагеддона, которая называется Grey Goo, по-английски не помню, серая жижа, по-моему, по-русски, как-то так. Но она модифицирована, естественно. Если, конечно, разработчики стали использовать тему нано-машин, то это вообще был бы Metal Gear Solid, потому что здесь многие машины напоминают Metal Gear Solid. И, кстати, о битве два раза с одним боссом, да? Чё это нам напоминает-то ещё разок? Не важно. Это, пожалуй, самая сильная часть игры. Она действительно может быть, конечно, оставить некоторые вопросы, где-то будет не связано что-то, но в принципе история весьма интересная и не банальная. При этом, конечно же, здесь, кроме Элой и, пожалуй, Раста, это персонаж из начала игры, интересных персонажей толком-то и нету. То есть, вот с чем, с чем от сценариста не получилось поработать, это с интересными персонажами. И извлекает больше всего сама сюжетная канва, и что, соответственно, происходит во всём этом деле. Стоит ещё учесть то, что игра достаточно большая, и пусть второстепенные квесты не выделяются разнообразием, пусть они не предлагают вам интересных персонажей, ситуации и так далее, но всё же некоторые из них выполнить стоит, потому что они как-то связаны с сюжетом и будут откликаться на финале. Опять же, здесь только одна концовка, но как-то на финале они откликнутся, и вы узнаете это сами, если пройдёт игру, сполнить я, естественно, не буду. Но, естественно, что больше всего убивает ощущение от полноценности игры, это ещё и концовка после финального ролика, в котором вам говорят, что, мол, сиквел точно будет, ребята. И, по сути, вы ничего не сделали. Просто разработчики будут повторить ту же самую историю ещё разок, и вы будете делать те же самые действия ещё разок. Конечно же, для тех людей, которые любят заниматься побочками до завершения сюжетной миссии, вам предложат и сильную броню, вам предложат и сильное оружие. В общем-то, награды для тех людей, которые любят заниматься собирачеством, будут. В принципе, здесь нужно заниматься собирачеством. Например, собирать всяческие травки для того, чтобы варить зелье, убивать животных, то есть, фаун, не роботов, а животных, для того, чтобы варить комплект быстроперемещения и прочее. Ну, то есть, здесь, допустим, есть два уровня хила, что мне пора с геймплея, да? Ты можешь либо выпить зелье, либо ты можешь, допустим, нажать кнопочку и у тебя выполнится здоровье за счёт заменяемой аптечки, которая у тебя растёт за счёт собираемых трав. Конечно, такое мы не раз видели, но всё-таки более-менее. Здесь нет автовосстановления здоровья. Нет, оно, конечно же, есть. Если у тебя, допустим, один хп остался, то тебе немножко его придобавят, чтобы ты мог выдержать хотя бы один удар. Пусть игра и лёгкая в прохождении, ну, допустим, я прошёл игру на 3-4 сложности, но сложности как-то не почувствовал, но всё же она, допустим, пытается быть более-менее не аркадной, допустим, здесь нужно натягивать лук, чтобы стрела летела вперёд. Здесь, конечно же, вам не предложат какую-то там офигенную баллистику прямо как в армии, но всё-таки здесь есть и оружие, допустим, как проща, которая стреляет по дуге. Здесь есть и нечто вроде дробовика, который нужно использовать только вблизи, допустим, рассчитывать, куда летят колья. В общем-то, освоить её нетрудно, но не так легко с самого начала. Но всё же игра достаточно лёгкая. Ещё один из моментов, которым я могу придраться, как, допустим, к сюжету, это музыка. Музыка здесь просто офигенная, красивая. Не сказать, чтобы я бы слушал её вне игры, но во время игры она весьма так подходит к процессу, да и, в принципе, красиво звучит. И, пожалуй, на этом как бы... А, ну ещё графика. Графика. Графика действительно красивая. То есть на PlayStation 4 Pro ещё, наверное, красивее. Все ролики, естественно, рендерятся real-time, почти все, кроме начального и финального. Выглядит всё красивенько. Пока ты не начинаешь смотреть на детали. Если разбирать её детально, это просто отвратительно. Ну, то есть и рэгдол местами страдает, и враги двигаются криво, и анимация тоже. Ну, то есть люди выглядят красивенько. Так, знаете, натуралистично. Но только когда они стоят, ничего не делают. Когда они начинают говорить, моргать, лицевая анимация начинает ужасно страдать. Конечно, к этому придираться сильно не стоит, но всё же, когда у вас есть какая-то игра, в которой более-менее посредственная графика, но персонажи ведут себя как живые, всё-таки ты больше ощущаешь погружение в процесс, чем когда на тебя смотрит какой-то деревянный персонаж. И такой... Нет, конечно, это не уровень трейлеров Mass Effect Andromeda, но всё-таки всё равно как бы немножко плохо. И что мне действительно понравилось в этой игре, это то, что у тебя вызывает нелепый вопрос игра. То есть, допустим, а почему здесь какие-то племена, хотя это вроде постапокалипсис и как бы знания должны быть от предыдущих людей. Почему здесь, допустим, у людей люди стреляют из лука, допустим, но у них есть электричество, электрические ловушки и так далее. Почему здесь карта такая вроде как бы маленькая и на ней горли переходят в пустыню, климат резко меняется. Вот все такие нелепые, все думают, что за херня, это вот просто так сделано или чё, или в рюкзоте тупы. И действительно объясняется ложным сюжетом. Естественно, плюсом будет, конечно же, в этой игре то, что в ней правда тем, кому нравится собирать все и так далее, выполнять квесты, будет чем заняться. И это не та игра, в которой, конечно, ты будешь сидеть и как в ММО выбивать сердце бурдюка для того, чтобы шить костюм, потому что ММО может купить это сердце бурдюка и так далее. Ну то есть здесь тебя не заставляет допустим, гриндить, фармить и так далее. Ты постепенно идешь по левелам, постепенно прокачиваешься и в принципе я не выполнив все побочные квесты, пройдя сюжетную кампанию и прочее, прочее, 27 часов, накачался, докачался до 37-го левела, 50-й максимальный и в принципе смог бы еще игру закончить на часов за 20, выбить платину и так далее. Здесь есть испытания для тех, кто хочет свои умения проверить, здесь есть и какие-то второстепенные боссы, но знаете, даже боссы не выдаются умом и сообразительностью, потому что спокойно можете кружить вокруг камня, забивать их и так далее. Конечно же, все зависит от вашего подхода к этому делу и вашего интереса, но не отметить то, что игра получилась недостаточно хорошей, весьма таки средненькой, естественно стоит и это видно невооруженным глазом, в принципе. Если, как бы, на весь, на все плюсы в этой игре есть определенные минусы, допустим, графика, хорошая, красивая, хорошо смотрится, лицевая анимация и какие-то мелкие детали, тюрьмо. Сюжет, основной сюжет, красивый. Красивый? Ну да, красивый, местами красивый. Правда, он начинается как король лев в самом начале, начальная катсцена, очень похожа на первые 20 минут короля льва, но все равно, как бы, красивый, красивенько, все происходит, как бы, тут все логичненько и так далее. Интересный и так далее. Но нет интересных персонажей. Второстепенные миссии, второстепенных интересных персонажей, второстепенные миссии, а не то, что это подложите, не то, что второстепенных интересных персонажей нет, вообще толком нет интересных персонажей, скажем так, они никто не вызывают никаких эмоций вообще. Второстепенные миссии, сайт квест, да, Их много Они местами интересны Они дополняют сюжетную линию иногда Но В каждом из них почти нужно убить трёх коршунов Коршуны, 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 коршуны Никакого разнообразия толком у них и нет Интересная система крафта и так далее и тому подобное Но Мы где-то это уже видели Но Наполовину он не нужен Но вы можете справиться и с начальными ресурсами Даже если прокачки не было Если вы не будете прокачиваться Если прокачать какие-то начальные умения Вы всё равно сможете всех спокойно убивать Если вы конечно задрот И так далее На каждый плюс можно найти минус И на каждый да можно найти не И вот то же самое С этой игрой ты такой смотришь Да, потому что не Ну спрашивается зачем Играть вот в это Когда допустим есть Far Cry 3 Давний Да Давняя игра В которой есть и постановка Сюжетной линии В которой есть и открытый мир В которой есть и флоры и фаун В которой есть и фарпосты В которой есть и второстепенные миссии В которой есть и челленджи В которой есть всё И в то же самое время Far Cry 3 далеко не идеальная игра У неё есть свои проблемы У неё есть свои косяки Которые даже Far Cry 4 не исправил И почему Вот если в этой игре В которой намного больше косяков В которой намного больше взаимствований Которые по сути кроме графики Ничем не отличаются от игры От пятилетней давности Да и графика в принципе тоже наверное Потому что Far Cry 3 По сути та же самая графика Почему в этой игре Я должен ставить Как все рецензенты 9 из 10 Потому что даже Far Cry 3 Не заслуживает 9 из 10 По сути они представляют Себе одно и то же Экшен РПГ То есть там Ну только там вид от первого лица А здесь Вид от третьего лица Да здесь есть какие-то свои элементы Типа раскрочивания монстров Но как бы это Рано или поздно надоедает В миг Геймплей игры И он часто используется До кучи в сюжетных миссиях И если честно Не очень радует Здесь нет интересных Постановочных миссий Нет интересных Сюжетных миссий Скажем так Ну действительно Выделяющихся на фоне Всех остальных Даже финал Который должен быть Был быть эпичным И Действительно заставить тебя Просто сказать Это эпик Заставлять тебя говорить Ну это же эпичненько Выглядит Из-за того что Остальное выглядит не эпичненько Потому что Построение миссии В этой игре За исключением Конечно Вступления Которое было линейное И которое Просто тебя ознакомило С миром И так далее Представляет собой Не подстановку Из Far Cry 3 Да Скажем так Если брать Вот эти вот Убисофт игры Которые Ну по которым В принципе И строилась эта игра По канунам Которых строилась эта игра Скажем так А Watch Dogs 2 Помните Watch Dogs 2 Что я говорил Самым главным минусом Это миссии Миссии Которые представляют С собой песочницу Которые должны просто Дойти до точки А Сделать что-то Уйти и все Здесь То же самое Практически всегда Кроме Начала И нескольких миссий В финале Половина игры Это ты приходишь В лагерь И сражаешься С тупым Читающим Искусственным интеллектом И Ответьте мне На один вопрос Если это 9 из 10 То По всем параметрам Что ставить В Far Cry 3 Что ставить В Watch Dogs 2 По сути Это игры Одного и того же Жанра Экшен РПГ Просто Немного разные Чуть-чуть разные И допустим За красивую графику Нельзя Может быть конечно Играя не в ту Игру Естественно Но Больше 7 с половиной Из 10 Этой игре Поставить не могу Конечно же Для тех Кому нравится Дрочильня Кому нравятся Игры Где Нужно заниматься Практически Всегда Одними Тем же Да Для Для людей Которым В принципе Неинтересны Второстепенные Квесты Можно добавить Еще полбалла Людям Которым нравятся Игры с открытым Миром Которые нравятся Юбисофт Игры Юбиподобные Игры Тоже можно Добавить Полбалла Но Если адекватно Оценивать То 7 с половиной И Пожалуй Всего Чего Достойно Эта игра Потому что По уровню Качества Она Не дотягивает Потому что Попробуйте Вот просто Попробуйте Если вы не согласны С этой оценкой Я понимаю Что вы можете Не согласиться С этой оценкой Потому что Это низкая Оценка Для игры Но потом Попробуйте Рассудить И просто Допустим Если даже Не оценивать Эту игру С какой-то Определенной Шкалы Попробуйте Среднюю температуру По больнице Этой игры Просто взять И поставить Среднюю температуру По больнице Просто попробуйте Взять все Плюсы У этой игры И все Минусы И вот Количество Плюсов Поделить На количество Минусов Я уверен Что Количество Плюсов За счет Минусов 25% Уйдет И это будет 75% Может быть Чуть побольше 77 78 И так далее Но Эта игра Ненадолго Эта игра Ненавика Эта игра Пустышка Они забудут Все через Два месяца Эта игра Сродни Killzone Killzone Никому не нужен Вот спросите Кто фанат Killzone Есть фанат Killzone У нас Нет Я уверен Что есть фанаты Call of Duty Есть фанаты Battlefield Есть фанаты Допустим Uncharted Есть фанаты Killzone Нет Потому что там Любить и смотреть Не на что Здесь То же самое Я не понимаю Что здесь Может запасть души Понравиться Это хорошая игра Ну хорошая игра 7,5-10 Это хорошая игра Ну как бы Вот Знаете Просто Пытаюсь объяснить Которые будут недовольны Этой оценкой И очень часто Недовольны оценками То что Шкала не начинается На 5 из 10 Есть оценки 4,3,2,1,0 И знаете Даже 0 из 10 Игрей можно поставить И представьте Какого качества До штаба Игра Чтобы оценить ее на 0 1,2,3 То есть Нельзя Шкала не бинарная Шкала не содержит 4 типа оценок То есть Как некоторые удивляют Мол с 5 до 8 Это одна шкала С 8 до 10 Одна шкала Ну то есть По сути Она может всему устоять 10 из 10 Еще раз говорю Это хорошая игра Вы можете ее купить Вы даже насладитесь ею Но Многие минусы Многие минусы Не делают эту игру хуже Но не заставляют Ей поставить высокий балл Поэтому Horizon Zero Dawn Еще одна игра Которую можно поставить На полочку На недельку После релиза А потом взять И обменять ее На другой эксклюзив С доплатой В трейдинг сдать И вы ни о чем Не пожалеете Вот и все у меня С этим Эллину Сейчас будут кидаться Помидорами Томатами Всякими тухлыми Я знаю Я знаю Ну что поделать В следующий раз Встретимся Уже совсем скоро Совсем скоро Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok